Всем привет, с вами Михаил Супер, сегодня поиграем просто в свободный режим в Мафии 2. Давненько уже не гоняли, тачки не разбивали. Так, ну давайте, погнали, возьмем с собой двух напарников. Это будет Джо и Генри. Так, почему-то у нас появляется именно в этой версии сохранение. Хотя в предыдущей версии сохранения как такового не было. Какую бы тачку выбрать? Возьму, например, Приору. Да, захочу ее прокачать. Для этого возьмем третий тюнинг. Так, такую грязь можно сделать. Так, что еще тут у нас есть? А, это дэмэдж. Так, ну а что будет, если будет дэмэдж? Вот такой у нас вариант есть дэмэджа. Просто жесткий. По-разному, кузов деформируется. Все, репэйр. Шикарно. Давайте сделаем цвет какой-нибудь, не знаю, черный. А вот этот цвет, я не знаю, за что отвечает. Наверное, за какую-то определенную часть кузова. Вот. Посмотрите, эти частички стекла остались на нашей Приори. А может, сделаем мы реально белый? Или красный? Ну-ка. Желтая. Белая. Белая прикольно выглядит. Давайте вот с цветами тут немножечко поиграемся. Посмотрим, какой цвет будет прикольный. В принципе, вот такой прикольный цвет. Мне нравится. Даже вот такой оранжевый, наверное. Близко к оранжевому. Вот такой вот. Золотистый. О, четенько. Классная машина. Посмотрите, у нас уже один цент списали. За то, что мы проехались. Вот такой дорогой бензин в Майфи-2. Все, стекла отпали. Можем немножечко подрифтить. На ней передний привод, конечно же. Зато она у нас мощная. Она может это делать. Это просто классно. Видите, там Генри возмущается. Ему, видимо, не нравится то, что мы так дрифтим на Приори. Но все-таки он не хочет высаживаться. Он с нами едет хоть куда. Это наши верные товарищи, друзья. Ну, давайте. В общем, покатаемся. Все классно, четко. Можем прям с вами так тачки поопрокидывать. Это все очень-очень круто все выглядит. Так. Давайте немножечко людей позбиваем, да? Посмотрим, какая будет реакция у полиции. Тут у нас, кстати, нет такого, как в ДЛС, друзья, на всю жизнь, чтобы у нас восстанавливалось здоровье. Посмотрим, как будут атаковать полицейские Приоры нашу Приору. Давайте посмотрим. Мы ее немножечко разбили. С типичными признаками. Такой вот кислый. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Две звездочки. Это же уже задержание. Так, теперь три. Столбы все сбиваем. Так, на копов налетаем. И не только на копов. Посмотрите, как они отходят технично. Классно. Столько людишек прям. И все отлетают. Это, конечно, жестко. Так. Вот у нас такой жесткий мотор 16. Это классно. Прибор валит. Мне очень нравится, кстати. Давайте отремонтируем. Правда, она резко остановилась. Но я думаю, ничего страшного, да? Ничего страшного. Все нормально. Сколько видишь, и какого летала. Жесть. А вот жизнь позже не восстановишь. Почему она, интересно, здесь проехать не может? Еле-еле проезжает. Одинаковые девушки везде. Смотрите. Возле девушек обычно приоры вводятся так. Ну, давайте. Аккуратненько. Давайте вот здесь вот разгонимся. А почему, интересно, они здесь вот так вот стоят. В этом ряду. Здесь вроде как... А, с этой стороны еще едут. Жестко. Так, давайте все-таки разгонимся. Посмотрите, нас просто догнать не могут. Мы из вида просто исчезаем. Это реально круто. Вот, теперь они будут перекрывать дорогу нам. Но мы всячески просто попытаемся проехать. Ну, вот, увы, не получилось. Никак. Странно, конечно же. Так. Ну что ж, давайте проедемся. Снова возьмем приору из нашего такого крутого гаража. На этот раз я хочу ее немножечко по-другому сделать. Сделаю просто ушатанной. Но тюнингованной. Например, вот грязная вся пусть будет. И разбитая. Вот так вот. Чтобы она визуально выглядела очень-очень сильно разбитой. Во. А на самом деле все было нормально. Так, и сделаем ее, например, черным цветом или красным. Красный такой вызывающий цвет. Ну, какой-то еще есть. Такое даже. Ну, ладно, сделаю красным. Красная приора. И сейчас будем просто на публике выделяться. Давайте покатаемся немножечко. Погнали. Вот такая вот у нас четкая приора. У нас просто колеса все раздолбаны, да? Вот так вот едем, как в фильме ужасов. Пугать всех. Посмотрим, что у нас в салоне. В салоне все хорошо. Ничего не деформировано. Абсолютно новый салон. Ну-ка, отлетит ли сейчас у нас? Да нет, вроде она даже не глохнет. Посмотрите. Вот так вот. Такой лайфхак. Как сделать свою машину очень раздолбанной. И при этом, чтобы она ехала. Видите, мы на покрышечках сейчас едем. А сначала почему-то... Видите, как оно. Крестиком. Передняя левая и задняя правая. При этом машина не глохнет. То есть... Ты нас угробить хочешь? Ты нас угробить хочешь? Да ну. Смотрите, этот мужик что-то за нами побежал, потом развернулся. Встал, опять бежит к нам. Товарищ. Вы чего-то хотите? Он взял так еще, нагнулся, как будто решил присесть в туалет. И его задавила приора. Теперь малины в пиджаках дяденьки пытаются расстрелять. Прекрасную приора, но они понимают, что... Связались не с теми людьми просто. Да-да-да, Генри, стреляй в них. Господи. Вот это очень сложно. На! Раздавили жучка. А теперь попытаемся скрыться. У нас, смотрите, два колеса есть. На раздолбанной приоре пытаемся уехать от преследования. Это просто жестко на самом деле, ребята. Это очень жестко. Давай-давай-давай. Димон! Есть, есть. Вперед-вперед-вперед-вперед-вперед! Ты должна это сделать. Ну что ж, давайте попробуем. Вот как раз дотянули до ближайшей будки, где нас отремонтируют. О-о-о! Отлично! Заниженная приора. Так. Расскажи, что тебе нужно. Что мне нужно? Сменить номера? Для тебя не вопрос. Поставлю просто ID. Так, что-то починить машину. Поменяю, наверное, все-таки колеса на какие-нибудь, не знаю... Ну ладно, не буду ничего менять. Это можно сделать сейчас при помощи трейнера. Поменять колеса. Я сделал очень большие колеса для того, чтобы наша приора могла подпрыгивать. Давайте посмотрим, что из этого получится. Я даже включу ради этого случая фары. Так, я хочу перекрасить. Нестандартную окраску. Для этого сейчас, опять же, воспользуюсь этим замечательным трейнером. Так, где у нас тут? Вот. Вот такой цвет сделаю. Как в Need for Speed. Да, давайте поменяем. Немножко бензинчика себе добавим. Ага, вот оттенок. Вот такой четкий. Поменяем колеса, сделаем большие колеса. Гоночная. Так, нам надо вот такие. Во! Во! Это вообще тема. Она, конечно, стала более медленно ехать, но... А если вот с такими, то, в принципе, прикольно. Давайте покатаемся на вот таких вот колесах. Это же, конечно, жестко. Давайте попробуем, наедем на восьмерку и посмотрим. Будем использовать восьмерку как трамплин. Воу! Четко. Ну, въехали, конечно, да, немного. Но ничего страшного, я починился. Едем вперед. Как будто, знаете, приора и трактор. Приора, приор... Или с трактором, а что получилось? На полицейскую, пожалуйста. Ехали, да я просто перепрыгну у вас, ребят. Вы мне завидуете. У вас приора так не может сделать, а моя вот может. Да-да-да-да, десятка, и ты завидуй. Давайте немножечко вот так погоняем. Так-так-так. И перевернули их. Немножко кашли. Ну, это нормально. Так. Ну, чё, давай, едь за нами. Чё ты? Чё, попутали, да? Господа. Давайте попробуем заехать вот сюда. Ооо, чётко подпрыгивает. Так, за нами просто летит приора. Полицейская. И нам надо попытаться скрыться от неё. Но вот вопрос. Помогут ли нам колёса? Или нет? Блин, этот тренд впадает. Та приора практически заглохла. Нет, она, наверное, продолжит движение? Или чё? Не, она заглохла. Всё, отлично. Мы победили. Давайте попробуем здесь объехать. Посмотрим, увеличилась ли вот эта вот ширина тачки. Так-так-так-так-так. Проезжаем. Опа! Эй, вернись на дорогу! Просто чётко, ребята. Это нереально круто. Мы проехали вот даже на таких колёсах спокойно. Эти колёса реально крутые. Мне очень нравится. Эй, какого чёрта? Эй, какого чёрта? Да такого. Попробуем так заехать. Только, ну-ка, да. Ай, блин, тачку перевернул. Какая печаль. А чё, если я просто возьму, так перепрыгну? Или мне не получится перепрыгнуть? Если на вот эту штуку залезть? Может, тут коллизия будет, нет? Ну-ка, 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 давай. Давай, давай. Адуван... Блин, ничего не получилось. То есть, тачку просто, блин, перевернули. Не знаю, теперь чё делать. У нас там Генри остался в тачке. Генри, выходи. Выходи. Я даже... Не знаю, колёса вращаются. Классно. Передний привод мы видим. Так, ну чё, где он? Вот, отлично. Генри и Джо, я за вас очень сильно рад, что вы отправитесь за мной. Давайте. Погнали. Что делать с этим автомобилем? Наверное, придётся его утилизировать. Сейчас заспавним новый. Не утилизируется? Серьёзно. Давайте тогда его подожжём. Осторожно. Сейчас взорвётся. Сейчас посмотрим, что будет с тачкой. Должна прям рвануть. Вот очень. Бежим, бежим, бежим. Так, вот у нас немножко жизнь. Жизнь осталась. Давайте возьмём, заспавним какую-нибудь машину. Например, джип. Просто доедем на ней, короче, и запустимся в воздух с трамплина. Погнали. На Ниве это будет очень интересно выглядеть. Давайте. Вот так вот сделаем цвет. Поменяем такой вот зелёный. В общем, сделаем военный цвет. Такой, знаете, тёмно-зелёный. Да ё-моё. Новая тачка. Угробили просто. Просто угробили. Ну ладно, погнали. Зато было весело. Приору перевернули. Теперь едем на дедовской Ниве. Вот, отлично просто. Семёрышные вот эти припоры, руль знакомый. Всё очень-очень круто. Отлично мы едем. О, погибли, блин. Ну, ничего страшного. Ничего страшного. Сейчас попробуем просто-напросто взять с этого же места. Вот наша Приора восстановилась. Кстати, не зря мы погибли. Ну что, Генри, пошли. И джо. Погнали. Кстати, так классно, что работает сохранение. Вам достаточно нажать на клавишу Е, и всё абсолютно сохранится. Не могу развернуться теперь. Так, вот сейчас аккуратненько надо проехаться. Я хотел именно на Приоре это сделать. Доехать. И на огромных колёсах с трамплина сигануть. Вот здесь у нас есть трамплинчик. Так, мы сейчас туда и поедем. Чтобы всё это выглядело люто. Тормози, тормози! Так. Вау! Вот, кстати, наша Нива. С которой мы разбились. Нам проще вот сюда проехать. Тут гораздо быстрее можно добраться через вот этот мост. И выполнить самый крутой трюк. Да? Вот, наша тачка, мне кажется, в этом нам поможет. Справимся. Да, она немного покоцанная, но это трюковая тачка, поэтому всё нормально. Таксисты тут просто не управляем. Зачем нас-то подрезать? Когда мы тебя долбанули. Сейчас, осторожно, осторожно, осторожно. Так, ну вот. Как-то так въехали в машину. Продолжаем движение. Очень, очень плавно и осторожно двигаемся в сторону трамплина. Да. Это нам и нужно. Мы видим вдалеке мост. Нам лучше вон туда перебраться. Так, всё, отремонтировал тачку. Она, знаете, как-то даже назад откатывается. Видимо, большие колёса очень, так, знаете, ну, напрягают, да? То, что тяжёлая масса и автомобиль тянет. Всё-таки двигатель позволяет тянуть. Надо найти тут дорогу. Во, вот она, эта дорога. Ну что ж, давайте стартанём с этой линии. Со всей силы прям. Видите, как шлифуют колёса передние? Это было жёстко, ребята. Это было реально жёстко. Мне реально этого не хватало, чтобы вот так вот колёсами можно было шлифовать. Во, чётенько. Так, ну давайте. Эх. Блин, Каблучок взлетел вместо нас. Это было, конечно, жёсткое ДТП, да? Но ведь мы хотим сделать с трюком. А хотя, да, правильно он появился. Спасибо тебе, Каблучок, за то, что... Да, расстрелять их, ребята, они наглые. На Нивах атакуют нас. Посмотрите, это опасный район. Туда, если на приводе заедешь, и там тебя встретят ребята. Ещё и копы навязались, а? Ну что за район? Что это? Нам придётся отсюда валить, но я хочу завершить свою цель. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй, это реальный экстрим, ребята, это реальный экстрим. Попробуем разогнаться. А, у нас тут нет меню, это не ДЛС, друзья, на всю жизнь. Это просто... Знаете, свободная езда, хоть бы нас не сдавили. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй, как это всё опасно. Так, ну давайте. Ускоримся, ускоримся. Быстрее, быстрее, быстрее. За нами тут тачка, а мы на больших колёсах нашему автомобилю. Реально тяжело. Так-так-так-так-так-так. Всё, отстреливаемся от них. Очень тяжело стартовать серьёзно на этих колёсах. Они нас сейчас тут обстреляют. Благо, ребята у нас отстреливаются, у них бесконечное оружие, я думаю. Так, отлично, это было чётко. Так-так-так-так-так-так-так. С этого момента начинаем ускоряться. У нас жизни мало, нас обстреливают с Томпсона. Это реально жёстко, ребята. Хоть бы выжить, хоть бы выжить в этой ситуации. Это прям жёстко. Так, разгоняемся, надеюсь, нам никакая машина не помешает. Там какая-то бричка опять стоит. Да шо ж такое-то, давай-давай. Опа. Не получилось, зато мы как-то вот боком смогли повернуться. Ну-ка, ну-ка, давай, разворачивайся. Да что ж такое? Не понимаю, откуда вот у полицейских такие права, они берут и стреляют. Сразу четыре звёздочек, конечно, сейчас прикончат здесь. Блин. Ну, не удалось, не удалось немного. Да, бывает. Давайте всё-таки возьмём просто. И разгонимся прямо с моста. И посмотрим, что будет с пацанами. Благо, у нас есть сохранение. Прямо отсюда. Так. Всё. А, это же не ДЛС, друзья, на всю жизнь. Поэтому тут уже так не получится, опять же. Да. Нам придётся самим разогнаться. Нормально вот. Что ж такое? Тачка уже заглохла. Мне просто интересно, можно ли на таких больших колёсах разогнаться на наше приори и потом взлететь. Это будет реально круто, если получится. Давайте попробуем ещё раз. Я думаю, что у нас всё с вами получится. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Как её несёт? Жёстко, конечно. Повредился салон. Аварийка теперь у нас виднеется. Так, 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 сюда. О, шикарно. Упс. Товарищ какой-то дорогой переходил. Но он на неположенном месте переходил, поэтому это уже его, наверное, проблема. Так, ну давайте вот тут вот аккуратненько проедемся, да? Аккуратненько, без всяких таких проблем. Разгонимся. Да, на наше приори. У нас есть тут место для разгона. Очень, повторяю, очень тяжёлые колёса. Да? Нам нужно набрать скорость для того, чтобы просто взять и выполнить трюк с трамплина. Эй, ты гений. Красный, значит, стой. Ну, здесь вот мы тормозим. Так, благо, есть такой риский тормоз. Это клавиши починки ещё. Всё, начинаем с этой линии. Во, видите, как шлифует колесо. Мощности-то много, а вот тянет довольно-таки тяжело. Только начинаем разгоняться, обязательно какая-нибудь машина вылезет. Начнут спавниться машины. Ну что это, блин, за... Так вы знаете, как в реальности прям. Чего-то вот захочешь очень сильно, да? А потом не получается, вечно какие-то обстоятельства. Кто-то тебе мешает, тебе стараются всё время как-то тебя задеть, я не знаю. Ну, в общем, вот. И в итоге ты получаешь очень крутой результат. Да. Вот это я и хотел. Просто взять и прыгнуть. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Михаил Супер. Ещё увидимся.